привет ходоводы машина поставил 45 дней в гараже запускаем миллион ошибок так отмерзли воздуховоды опять ошибки сейчас придется менять резину делать подготовку к зиме но физично я уже сделаю так обогреть все что можно отвалилась на все датчики парктроники как видим все пикает пикает загрузки не включен на улице у нас минус 5 или до 5 тысячи 300 у меня пробег капот не закрываем уж на протяжении масло проверил на холодную не по максимуму по смотрим как будет на прогретом моторе все позже покажу сейчас частично прогрею выйду с гаража выдачу с багажника там крат опять правильно парканусь гаражи будут мять резинку с резина летняя целиком выходить не буду перед оставлю в гараже иначе по хрен я заеду ладно все позже покажу прикол в том что все сразу отваливается автохолм сейчас не работает только ручник у нас миллион ошибок камера ладно работы парктроники ничего не работает сейчас выложу резину поставлю по сторонам еще домкрат и буду менять резину всего лишь у нас показывать или машина показывает что у нас плюс 2 термометр показ минус за машина плюс допустят 4 градусов ранешь и потом разберемся итак процесс у нас идет за меня прошу заметить что на перекошенной машине дверь спокойно открывать начинать за телефон и помочь вам пометить резину так по замерам диск у нас на пробеге 5700 чуть ли сколько его что мы не помним диск у нас двадцать четыре с половиной тормозные колодки у нас по 12 замерял щупу 12 спокойно злась 12 что здесь что здесь внутренней самое главное износ не видно износ один и тот же износ один и тот же меняем дальше сейчас завершу резину сколько весит зимние сколько летнее колесо так ради прикола но весы не взял так чисто визуально болты я ничем не смазываю такая пыль станут если правильно платить машину руководство по эксплуатации к этим дисками же брал оригинальный диск у меня переселся тот и тот там написано запрещено смазывать смазочными материалами для того чтобы избежать падания туда грязи прочистить резьбу на сухую и чистую резьбу закрутить резьбовое отверстие вот и вся правда товарищи делаем так чистим резьбу на сухую закручиваем итак мы добрались до последнего колеса диск у нас зад десяточка выработка не идеально ровно но все-таки до этого было похуже были как сказать полоски пару хороших торможений и более-менее все выровнялось диск у нас десятка а вот колодки у нас что ты тот за что тот но здесь уже ближе где-то 9 и 8 внутренняя тоже 9 9 грубо на правой стороне внутренняя десятка внешне как ни странно тоже где-то 9 и 9 внешне сточились больше ладно резьбу почистил на болтах и прошу заметить что видите у меня на баллонном ключе у меня грани сточены видите я сточил грани чтобы он не царапал диск эти грани сты острые царапают диск внутреннего так сказать пространство болта посадочного места так что сточите тоже и все будет хорошо а по весу летние и зимние диски колесами ну примерно одинаковая масса там плюс-минус может килограмм там полкило ну что сами по себе персиусы тяжелый вот надо повесить взвесить с этими с старым шансом низками потому будешь мне кажется чем разница по крайней мере теме диска которая продался вот такими разница восемнадцать дисков я лутыков 16 колоссальная 18 диски я возил на санках другой гаражка машины этот перебывал 16 лутыки она таскал руками оригиналистки не знание на не тяжелый все эти оригинальные диски вот недавно товарищи разговаривал с одним человеком зачем тебе все это все оборудование вот эти бдл и вон и гид всякие там другие приспособления ты живет этим не занимаешься как сказать профессионально ты же ведь ими зарабатываешь я говорят нужно для того чтобы я никому не платил и был независим сейчас у меня примерно буду около 50 ошибок амин это пофиг потому что я сейчас их стеру узнаем где что да как и поэтому все спокойно дальше советую вам делать так делать со сцен быть независим я заранее знал что будет проблемы не знал что такие большие проблемы что будет такая кипиш мипиш с этой страной но что будем уходить от дилера я точно знаю поэтому я заранее готовил себе базу и вам все позже все расскажу и так у бдл еще у меня работа у меня полтора месяца подписки осталось дальше посмотрим что будем делать я написал тем людям которые мне прислали этот комплекс и ребята может продлим станислава владимировичу подписку как видели у бдл уже убрали флаг одной страны вроде бы как бы все начал успокаиваться все начали привлекать тому что происходит но мне написали что мы таким не занимаемся и вы можете приобрести за 9000 рублей стоит ли это делать или не стоит покажет время кажется просто стеру ошибочки и проверю работу блоков ваши ставки товарищи соков будет ошибок 45 50 60 70 машина стоял 45 дней гараже зарядок и мы еще посмотрим что она долго соединяется будем надеюсь что сейчас соединиться зачастую когда машина долго как сказать не связывалась с бдл и вну так сколько 11 4 но маловато маловато начинаем сканировать обычно было 11 8 11 6 11 4 ладно что покатаемся под зарядим пошло сканирование все дарычи ваши ставочки я пока доделаю кое-какие дела в машине но тут будет минимум две ошибки потому что кое-какие здесь я сделал потом или я уже бы снимал ролик про это или позже расскажу что не стоит делать чтобы как лица но это не смертельно просто она фиксирует когда ты лазишь не специалист вот такая темка на насмотрим ошибки пошел переодеваться а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что за ерунда? Четыре? Новая катила Будда? Тогда придется разбираться Десять остается? Одиннадцать? Ни хрена себе Чего так много-то? Двенадцать ошибок остается Чего это за херня такая? Пятнадцать ошибок остается Да у шестнадцать осталось По двигателю, электронную тронутую систему управление дали на круиз-контроль комбинацию приборов ведь его управление остался парковый ассистент остался ни хрена оси ни хрена оси короче пока ничего париться не будем сейчас прокачусь машины чуть-чуть себя почувствует и потом еще раз проверим сейчас поставил зимние дворники ведь как правильно садим не дворчего надпись название дворника было к вам лицом грубая и вверх почему нужно ставить зимние дворники скоро будет ролик я уже отснял его расскажу почему надо менять как менять как ставить почему она убирать оригинальные на зиму в как сказать в хранилище она зиму стать зимний так антифриз они уже запутался незамерзайку я залил еще когда уезжал крючка доводится вместо сына и что нужно сделать сегодня 10 как у меня сейчас октября скоро зима и что нужно делать вашей машине когда вы открыли капот сейчас узнаете для начала нужно открыть заливную горловину и начать применять уже не воду незамерзающую жидкость почему потому что очень ваша вероятность что до наступит холода у вас бачки будет залита просто вода и что вас будет у вас ваш насос замерзнет и у вас будет проблема вы будете как брат моей жены в компасате сидеть с феном в гараже и греть бачок незамерзающей жидкости ой бачок омывающей жидкости потому что он да не залил незамерзающую жидкость я до этого специально расход был побольше жидкости в любом случае чтобы залить туда побольше не замерзайте и зарядка можно лить обычную можно мешать ее с таскать разрешенные в россии там по 300 рублей за пятишку это обычная по 100 рублей у меня как видим бачок большой полно почему полностью суши после как мы зальем необходимо прогнать всю жидкость по системе через фары через форсунки налобач и все вот увидите эта мудрость уже не первый год просто кто у нас новенький они не в курсе кто старенький уже пусть можно так у меня делают здесь начало на сентября он уже заливает незамерзающую жидкость я ну чуть-чуть повременил но уже ночью бывает до плюс двух так что сделайте как я вам сказал и вот будет тип-топ незамерзайка успешно будто бы там незамерзайка чем видишь лайк подписка до свидания машина у меня грязный диск тоже грязный потому что машины оставил в гараж 45 дней назад я должен был вернуться через 30 дней но задержался на работе и поэтому ставил ее в грязь поэтому помыть я не успел яду приеду все сделаю но видите работа задержала мне сейчас я проехал 10 километров и посмотрим сколько ошибок у нас останется стираем напомню было 16 ошибок матор подзарядился уже 11 эти уже нормально в идеале же остаться две ошибки снова нужно все стереться вот и все как и требует доказать оказывается не надо паниковать всего лишь навсего нужно машине дать чуть поработать она сама поймет что для нее ошибка что для него просто глюк прошивки и так две ошибки не стираем и но не за это просто из-за того что влазил в кодировках сейчас детям качал их не тюбинге два тюбинка приехал антифриз был 90 масса было 50 и как видите игру грязок на время качать два тюбинка ну не знаю там минут 7 6 8 масло в двигателе 73 масло в коробке 59 по антифризу сейчас мне пришло сообщение что пришел мой новый антифриз у которого . замерзания минус 70 кому интересно остаться канале яндекс зен стасен кто еще там не присутствует переходите может будет очень интересно вы увидите что я приобрел будет еще много чего интересного сегодня на сегодня пока что все завтра продолжу подготавливать машину с вас товарищи опять лайк подписка до свидания но теперь товарищи как всегда информация для тех кто смотрел до конца я уже забыл что такое 2 литра теоса и потому что я 45 дней был на работе уже 46 прошло катался на вертолетах на самоходах на таких тойотах и понимаете я забыл что такое динамика сейчас вот мне резко но был сгон в гараж там я забыл выключу печку и выключу печку поэтому я поехал быстро и чтобы не потерять парковочное место все делаю резко по пути еще кое-куда заехал и понимаете я теперь знаю что такое динамика я вспомнил это это skoda два литра теоса и динамика шикарная ускорение прям по сравнению с японским автомобилем просто вдавливают сиденьку потом управляемость шикарная мягкость хода приемлемая колеса давление при не проверял у меня хака 10 везде лед гололед после выходишь машины можно поскользнуться и упасть а машина с прям как когтями сцепляется в грунт в покрытие в лед и едет дальше тормозить так же быстро бодро у меня финская хака причем ребята всех вас поздравляю кто приобрел себе skoda octavio без разницы а 7 а 8 а 5 у всех у вас машины хорошие они лучше тех аналогов которые были на момент ее производства так что ребята всех вас поздравляю с приобретением с владением хорошими и качественными автомобилями спасибо старше лайк подписка до свидания